Сверхъестественное сейчас с апостолом Гильермо Мальдонадо. Я дам вам определение слова «пробуждение», потому что нам необходимо знать то, как Господь своей мудростью дал определение этому слову. Во-первых, слово «пробуждение» означает возвращение к жизни. Что такое пробуждение? Как человек пробуждается духовным образом? Как пробуждение происходит в церкви Христа и в служении? Пробуждение начинается с сердца. Если пробуждение меняется в сердце человека, то такой преображенный человек изменяет свою семью. Измененная семья преображает целый город. Преображенный город изменяет нацию. Такая нация изменяет мир. Церковь, пробудись! Семьи, юноши и девушки, мужчины, женщины. Вам необходимо пробудиться сегодня. Нам нужно пробуждение, потому что многие люди спят. Сейчас я скажу одну истину. Это очень яркая мысль. Однажды мы пробудимся. Это будет последнее пробуждение, которое начнется в конце времен. Господь Иисус Христос принесет нам последнее пробуждение, которое начинается в конце времен. Что это значит? Пробуждение закончится? Оно придет в последний раз. Поэтому примирись с Богом сейчас. Пробуждайся в духе сейчас. Возвращайся к Богу немедленно. Начни служить Богу сейчас. Если ты хочешь построить отношения с Богом, то сделай это прямо сейчас. Сей в царство сейчас. Отдавай сейчас. Вернись к Господу Богу сейчас. Поднимите руки и скажите «сейчас». Не жди до завтра. Иисус возвращается. Это так сильно. Итак, запишите. Мы пробудимся. Последний раз. В последний. Если ты не войдешь в реку сейчас, то ты упустишь шанс. Если ты не исполняешь цели жизни, то ты упустишь шанс. Пойми, шансов больше не будет. Это все. Пожалуйста. Поймите, что пробуждение последнего времени начнется одновременно со всемирным потрясением конца времен. Так начнется пробуждение последнего времени. Бог потрясет все. Бог потрясет науку. Бог потрясет церковь. Он потрясет все, что можно потрясти. Он потрясет все. И землю, и луну, природу. Все. Это потрясение происходит сейчас. И здесь. Потрясение конца времен состоит из трех этапов. Подготовительный, промежуточный. Мы, кстати, живем в промежуточном этапе. Мы живем в промежуточном. Мы видим размножение вирусов. Природа ведет себя странно. Мы видим огромное число смертей. Мы видели это раньше, но число таких событий увеличилось. То же самое мы с вами можем сказать о научных достижениях. Мы видим, что планета стонет. Земля словно говорит, «Я хочу увидеть искупление сыновей Бога». «Господь потрясет все». Почему Он потрясет все? Потому что человечество начинает паниковать и бояться во время этого потрясения. Во время кризиса человечество начинает бояться и ищет Создателя. Поэтому Бог потрясет землю. Грех и порог царят на земле. Человек сеет грехи. Церковь грешит. Поэтому Бог потрясет все греховное. Он потрясет все, что можно потрясти. Он потрясет бизнес. Он потрясет проповедников. Он потрясет служение. Бог потрясет все. Скажите «Аминь». Скажите «Аминь». О, Иисус! Господь потрясет общественные институты, церковь, людей, семьи, предприниматели, народы нашей планеты. А теперь послушайте меня внимательно. Когда Господь потрясет все это, тогда Он принесет пробуждение. Обратите внимание на то, что пока Бог не потрясет человека, Ему не нужен Святой Дух. Потому что у человека есть выбор, что произошло в последний раз, когда Бог потряс вас. Иисус, помоги мне. Господь, я пойду за тобою. Он потрясет твою опору. Он потрясет жизнь. Господь обязательно потрясет все. Я пророчествую о приходе потрясения в Америку, в мою жизнь и в вашу жизнь. Апостолы и пророки будут потрясены. Бог потрясет каждого. Во время потрясения Святой Дух придет, чтобы пробудить человечество. Присаживайтесь. Во времена потрясений люди теряются. Наступит последнее потрясение. В книге «Деяния» говорится о том, что церковь Иисуса Христа осталась в Иерусалиме на протяжении девяти лет. Иисус сказал, «Не сидите, но идите по всему миру, в Самарию, в Иудею и до края земли». Они не пошли. Что же сказал Бог? Я потрясу их. Что Он сделал? Господь допустил гонения. Все проповедуют во времена гонений. Когда приходят потрясения, то все ищут Бога. Бог потрясет все, и Он принесет пробуждение. Почему Он сделает это? Потому что, когда Господь потрясает нас, то, согласно Библии, люди будут искать Бога во время их личного жизненного кризиса. Боже, я служу Тебе всей своей жизнью. Когда Бог потрясает вас, то Он ведет вас по всему Своему пути. Бог наделяет вас силой. Пробуждение всегда имело одну цель. Этой целью была последняя жатва. Я хочу задать вам вопрос. Вы пробудились? Может, вы мертвы? Ты не обманешь Бога. Пойми меня правильно. Есть время, когда у тебя трудности. Есть время, когда у тебя кризис и ты борешься с Ним. Есть другое время, когда наступает кризис и при этом ты понимаешь, что у тебя нет никаких отношений с Богом. Я не хочу, чтобы люди думали обо мне как о духовно мертвом. Прославь Бога. Я не хочу, чтобы меня причисляли к духовно мертвым. и я не хочу иметь связь с ними. Тот, кому вы подчиняетесь, оказывает влияние на вас. Помазание приходит путем передачи. Передача проходит через отношения. Если нет связи, то нет и передачи. Я не хочу быть частью общины, где царит человек, которому все воздают славу и хвалу. Я не хочу быть в церкви, которая ничего не делает для Бога. Я хочу быть частью Божьей семьи, которая живет в Святом Духе. Она любит Иисуса. Я хочу быть частью святого остатка деятельных учеников Бога последнего времени. Я хочу быть частью духовных жнецов. Я не умру, Иисус. Как войти в пробуждение? Как вести духовный образ жизни? Это просто. Ищи Господа. Пробуждение приходит не из-за веры. Это плод общения с Богом. Духовный плод расширяет возможности принимать блага. Устраивает ли вас 20-минутная молитва каждый день? Вас устраивает беглое чтение Библии? Церковь? Хотите ли вы измениться? Если да, то ваша семья изменится. Если пробуждение меняет сердце человека, то он изменит семью. В таком случае измененное семейство преобразит целый город. Смотрите, преображенный город изменит целую нацию. У мирских людей нет ответа. Ответ есть у церкви. Если она приносит пробуждение, то пробуждение приносит ответ. Человек не способен изменить другого человека. Его изменяет помазание Господа Бога, Его сила, мощь, Слово и кровь Иисуса Христа. Поднимите руки. Книга Деяний, глава 3, стих 21. Пастор, поднимите руки. Пастор, я устал от одной и той же проповеди. Вам нужно общаться с Господом. Нужно стремиться быть с Богом. Пожалуйста, запомните следующее. Покаяние перед Богом это вторая часть личного и церковного пробуждения. Итак, покайтесь и обратитесь к своему Господу Богу. Дело в том, что церковь Иисуса Христа слабла духовно в начале. Поэтому давайте вернемся к силе Бога. Покаяние возвращает нас к силе Бога. Сейчас люди каются лишь на словах. Зачем я, христианин, буду каяться? Пусть не верующие каяться. Итак, все говорят. Итак, покайтесь. Думайте по-другому. Измените свою цель и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты. Вы знаете, что обновление это время пробуждения, которое наступит в скором времени. Кто из вас хочет увидеть времена обновления в Духе? Я не имел в виду поверхностное обновление, но я говорю о настоящем. Какое право мы имеем говорить о том, что у нас глубокие и близкие отношения с нашим Господом и Спасителем? Какое право мы имеем говорить так? Если у нас дежурные и предсказуемые молитвы, они искренние общения с Богом. Ты оживаешь перед лицом Господа. Святой Дух оживляет твой Дух. Ты жаждешь и ты каешься. Здесь сидят те, кто нуждается в том, чтобы начать пробуждение. Измени себя и ты изменишь церковь. Есть люди, которые живут в грехе и делают беззаконие. Есть те, кто нуждается в обновлении. Господь Иисус Христос сказал, смирись, смирись. Вторая парольпомена, он говорит, смирись. Сделайте эти четыре шага и я сделаю три. Если мой народ, который называется моим именем, смирит себя, давайте сделаем это. Церковь, что же такое смирение? Ответ прост. Смирение это полная зависимость от нашего Господа Бога. Это и есть смирение, полная зависимость от Бога. Гордый человек не надеется на Бога. Я доверяю тебе в этом деле, а с этим делом справлюсь сам. Бог говорит, я вижу гордость, признай то, что я единственный, кто справится с этим лучше всех. Положись на меня. Нам нужно молиться. А еще нам необходимо изменить и сойти с нашего нечистого пути. Бог говорит, сделай эти четыре шага и я сделаю три. Я услышу мой народ с небес. Прощу их грех и я исцелю их землю. Ты хочешь исцеления брака? Тебе нужно обновление разума и ты хочешь, чтобы твой бизнес исцелился? Пусть все закроют глаза. Однажды наступит просто удивительное возвращение от нашего Господа Бога. Бог начнет его с нашего сердца. В зале есть люди, к которым я хочу обратиться. Вы не возродитесь духовно до тех пор, пока вы не признаете свое плачевное состояние. Если вы считаете себя правым, то я не буду спорить. так вы лишаете себя участия в пробуждении. Удивительное пробуждение наступит на земле. Мы увидим то, чего мы не видели еще. Народы взывают к Богу, церковь взывает к Нему, святые взывают к Богу. Я каюсь. Американские зрители и зрители в остальных странах наступает волна пробуждения. Наше пробуждение начинается в нашем сердце. Покайтесь ради пробуждения. Скажи, отец, я каюсь. Закричи, я раскаиваюсь. Я каюсь за то, что я жаловался. Господи, я раскаиваюсь перед Тобой за то, что я был слишком занят и не посвящал время для общения с Тобой. Я каюсь. Я каюсь. Пробуди нас. Многие люди отвергают чудеса Бога. Зритель, если ты отвергаешь сверхъестественные знаки Бога и не веришь в чудеса, то покайся сейчас. Если ты хочешь духовного обновления, то покайся. Подними руки перед Богом. А теперь все скажите со мной «Мой дорогой отец». Скажите это громче. Скажи «Мой отец, сегодня, скажи сегодня, я признаю, что я согрешил против тебя, против твоего слова, против Иисуса. Я признаю, что я согрешил. Есть сферы в моей жизни, где я грешу. Я беззаконник. Сейчас, скажите сейчас, я раскаиваюсь. Скажи так, я отворачиваюсь от грехов, от беззаконий. Святой Дух, приди как голубь. Ты нужен мне. Ты нужен мне. Я нуждаюсь в тебе. Ты даешь ответ. Скажи громко, Иисус, скажи, Иисус, я каюсь за неверие в сверхъестественное, за неверие в Святого Духа, за неверие в чудеса. Сегодня я пробуждаюсь в Духе. Я пробуждаюсь для последнего времени, для конца времен. Я пробуждаюсь для последнего времени, для конца времен. Пробуди меня. Бог, пробуди меня. Бог, пробуди меня в моем кризисе, в моих обстоятельствах, среди плохих вестей, сложной и неразрешимой ситуации. Пробуди меня. Пробуди меня. Будучи апостолом в этой общине, я провозглашаю пробуждение для моих братьев и сестер. Пробуждение приходит к вам от нашего Господа сегодня. Пробуждение приходит к вам от Господа сегодня. Один, два, три. Приди, пробудись, пробудись. Однажды духовный наставник, который консультировал меня и Энджелин, разговаривал с нами о наших денежных трудностях, в которых мы оказались в июне прошлого года. После этого мы с ней приняли решение найти канал апостола Гильерма Мальдонадо в Ютубе. Его передачи впечатлили нас. Мы приняли решение переехать в Тайвань. Мы уехали туда после того, как мы услышали от пастора о том, что нам нужно сделать это. Он сказал, что это выведет нас на глубокий духовный уровень в отношениях с Господом. Итак, мы с Дэвидом искали это служение в интернете. Мы старались смотреть все видеозаписи пастора Гильерма Мальдонадо в Ютубе. И знаете, когда мы приехали в Тайвань, Господь изменил наше мышление очень сильно. Бог укрепил нас своей силой. Он сошел на нас в гостинице. Мы погрузились в воды любви Иисуса. И мы с мужем просто забыли о себе, купаясь в ней. Это продолжалось до трех часов дня. Мы не хотели двигаться. Мы испытывали духовный голод. Вы знаете, любовь Господа просто накрыла нас с головой. Мы принимали и принимали Его благодать и любовь. Это было необычно. Мы плакали и смеялись. Да. Мы с Энджелин хотели прыгать от радости. Да, это точно. Потому что сила Бога сошла на нас. Мы еще не переживали такого помазания. Это было так необычно. Я страдал два года из-за артрита. Я поднимался по лестнице нашего дома очень медленно. Вы понимаете, я прилагал много усилий для этого. Во время богослужения, которое называлось «Сверхъестественные встречи», мы увидели, как многие люди получили исцеление. Но я не знал, что Бог исцелит меня. У меня колени болели на протяжении двух лет. Когда я вернулся в Сингапур, я очень удивился тому, как ходил по лестницам. Бог исцелил меня. Когда мы вернулись, наши отношения с Господом укрепились и стали глубже. Каждый раз, когда мы с супругой молились наедине, то мы входили в присутствие Господа быстрее. Мы с Энджелин научились слышать голос нашего Господа Иисуса Христа. До этого мы не получали откровений долгое время. Между прочим, нам посчастливилось с ней принять участие в миссионерской поездке на Филиппины один месяц назад. Когда мы возлагали руки, мы удивились, потому что почти все исцелились во время служения под открытым небом. У троих людей, которым мы служили, была катаракта, они не видели. Мы проверили их до того, как мы молились, чтобы убедиться, что они незрячие. Эти незрячие начали видеть опять после нашей молитвы. Да, сейчас мы с Дэвидом ходим по улицам города и молимся за работников на стройках. Мы с ним выходим на улицу, по выходным и молимся, возлагаем руки на них в воскресные дни. Вы знаете, Господь Иисус исцеляет почти всех людей. Мы вместе поняли, что нам не нужно ограничиваться служением в Тайване. Сейчас мы с Дэвидом верим в то, что Господь Иисус совершит невероятные чудеса через нас. До приезда в Тайвань мы верили Богу на 70%, а сейчас мы верим на все 110%. Создатель делает нечто неописуемое и немыслимое. Наш Господь просто чудесен. Мой друг, если вы смотрите нас сейчас, то это не случайно. Иисус любит вас. Кто такой Иисус Христос? Иисус Христос это Сын Бога. Иисус из Назарета это не только Пророк. Иисус это не только Учитель. Иисус Христос это не просто человек. Это не только приветливый проповедник. Итак, Иисус Христос является Сыном Самого Бога. Библия говорит, что мы все грешники. Смерть это плата за грех, а дар Бога это вечная жизнь. Возможно, вы чувствуете себя одиноким или грустите. Возможно, врач поставил вам страшный диагноз. Возможно, вы оказались в безвыходных обстоятельствах именно сейчас. Вы не знаете, что вам делать и перепробовали все. у меня есть вопрос. Вы отдали жизнь такой чудесной личности. Его зовут Иисус. Повторите за мной. Скажите, Отец, я признаю себя грешником. Я каюсь в моих грехах. Я признаю своими устами Иисуса Христа моим Господом. Скажите это, Иисус Христос, Ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Иисус, приди в мою жизнь. Аминь. Аминь. Спасибо за то, что вы молились. Позвоните нам. Наши сотрудники ожидают вашего звонка. Возможно, многие зрители нуждаются в исцелении тела и в освобождении ума от неправильных мыслей. Вы чувствуете угнетение или одиночество. Пожалуйста, положите руку на участок своего тела, где вы чувствуете боль. Если вы чувствуете боль или если вам не здоровится, то я помолюсь за вас. Расстояние не является преградой для слов. Пророк Исайя говорит о Господе. Слово исходит из моих уст. Всемогущая Божья сила пребывает в самих словах нашего Господа Бога. Когда мы произносим Его слово, расстояние и время не могут ограничить это слово. Слово коснется вас, Отец, во имя Иисуса. Я изгоняю все эти болезни, я изгоняю все недуги. Уходите сейчас, во имя Иисуса. Я изгоняю темные мысли разума. Уходи. Депрессия, убирайся, уходи. Смерть, уходи, во имя Иисуса Христа. Бог защитит вас. Он сделает чудеса и обеспечит вас. Он будет с вами во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам. Мы ждем ваших звонков. До встречи. Мамальдонада и международного служения Царь Иисус. Пробуждение начинается сердце. Если пробуждение меняет сердце человека, то такой преображенный человек изменяет свою семью. Измененная семья преображает целый город. Преображенный город изменяет нацию. Такая нация изменяет мир. В учении пробуждения последнего времени Гильермо Мальдонада говорит о цели этого явления и о том, как войти в него. У церкви есть ответ. Если она приносит пробуждение, то пробуждение приносит ответ. Человек не способен изменить другого человека. его изменяет помазание Господа Бога, его сила, мощь, слово и кровь Христа. За пожертвования в 25 и более долларов вы получите комплект DVD пробуждение последнего времени.